всем снова большой электрический привет с вами константин и это канал эльфьючер сейчас все больше людей выбирают электротранспорт а куга из 3 это самый доступный электросамокат поэтому перед всеми встает очень сложный выбор какой же куга из 3 выбрать 90 процентов пользователей со всего интернета советуют брать куга из 3 завода g-long поэтому сегодня мы и будем разбираться действительно ли стоит искать куга из 3 в этой замечательной черной упаковке ну что ж давайте осмотрим нашего подозреваемого комплектация стандартная инструкция сумочка зарядник правда в отличие от остальных заводов здесь везде написано куга из 3 и на сумочке и на коробочке и на рулевой рейке и наклеечки фирменные блестящие везде и на гусей на моторе ну прям бренд бренд кстати сегодня мы как всегда обязательно измерим реальную емкость батарейки и сделаем заезд на максимальный пробег ну а пока продолжим чисто визуальное сравнение начнем пожалуй с дисплеев визуально конечно они все похожие но вот друг другу они не подходят я разбирал и проверял а теперь жутко нелогичная ерунда показываю сервисном меню есть настраиваемые пункты вот сейчас я для второго режима так называемой скорости устанавливаю мощность на десять процентов меньше заводской выхожу из меню потом заново нахожу этот пункт но изменения не применились может я конечно что-то не так делаю но на всех других куга из 3 которые попадали мне в руки настройки абсолютно всегда сохранялись и вы сами сейчас в этом убедились если кто знает как это победить буду ждать подсказки в комментах это что же нам теперь не мощности не настроить не круиз-контроль делаю еще одну попытку на другом пункте меню и снова тот же анти результат кстати показания на дисплее куга из 3g long какие-то тормозные колесо уже может остановиться а дисплей до сих пор будет показывать скорость у других куга может быть точно также она каких-то намного лучше так теперь смотрим отличия в ручках вообще он он им самокатов бывают металлические крепления ручек но у меня все пластиковые и на вид очень хлипкие особенно у самоката посередине так что у g long ручки не самые плохие но вряд ли это повод для гордости теперь смотрим скорость на холостом ходу если сравнивать только по этому параметру g long явно проиграл но давайте не будем далеко ходить и проверим его реальную скорость по gps на коротком отрезке приблизительно в 300 метров как мы видим несмотря на мои 90 килограмм не считая веса рюкзака за спиной скорость получилась чуть меньше 33 километров в час ну а сейчас очередь другого куга из 3 который у меня был на прошлых обзорах тот же я тот же рюкзак на длительном тесте этот самокат умудрился разогнаться аж до 47 километров в час но там были спуски с горок сейчас же место ровное что же показывает замер да этот самокат все же быстрее но не намного всего на полтора километра в час вернемся к сравнению обратите внимание на разный профиль переднего крыла на всех трех самокатах у кого-то шире но короче у кого-то длиннее но уже не знаю почему везде нельзя было сделать длинные и широкие крылья а сейчас посмотрите насколько высоко находится крыло у всеми любимого джилонг если не сделаете дополнительный брызговик точно будете все в песке и грязи задние же крылья у всех самокатов приблизительно одинаковые по длине и ширине ну а теперь про логику работы задних габаритов везде кроме джилонг принцип работы адекватен при включенных габаритах стоп-сигнал просто горит а при торможении моргает чтобы привлечь дополнительные внимание окружающих эти мелочи как-то все больше вызывают вопросов ко всеми любимому заводу теперь же обратите внимание на механизм складывания очень маленькая почти игрушечная лапка в полтора сантиметра когда на других самокатах она в два с половиной раза шире не знаю зачем типа сэкономили это ладно но вот открытый по бокам вал который при неудачном стечении обстоятельств может просто вылететь из механизма складывания он конечно там хоть как-то закреплен но ведь можно было бы и по-другому сделать хотя это наверное придирки а сейчас обратите внимание на угол установки самоката при разложенной подножке один из но наим самокатов идеально стоит вообще без вопросов но джилонг и здесь подкачал его чуть заденешь он сразу падает ведь это элементарно можно было проверить и сразу доделать почему же это не доработано чуть выше места крепления подножки и все было бы просто отлично тем более что во время поездки самокат постоянно задевает даже небольшие неровности торчащие внизу подножкой ну и еще один прикол у джилонг боковые части деки ничем не прикрыты то есть на заводе специально для вас разработали бонусное занятие постоянно чистить неудобное для чистки место хотя при такой заглушки как у джилонг проще герметизировать батарейный отсек и пока самокат не чумазый выглядит такая заглушка даже немного симпатичнее ну а вот так выглядят заглушки на куга с3 который был у меня на обзоре раньше ну и еще пару слов о легендарной и качественной сборке самого лучшего завода собирающего кугу да они даже наклейку не могут приклеить мне приходил самокат у которого наклейка вообще кривая была а эксцентриковый механизм крепления рулевой колонки как правило приезжает вообще раскрученным в виде разбросанных по всей коробке запчастей работа переднего амортизатора куга с 3g long завода почти не проявляется и требует настройки задней подвеской таких проблем нет нельзя сказать что передний амортизатор вообще не работает просто он настроен на большой вес и короткий ход у некоторых ноунейм самокатов такая же история ну а у каких-то амортизатор сразу из коробки очень и очень мягкий даже просто руками без прыжков проминается что конечно тоже не самое верное решение такая подвеска будет пробиваться на кочках с очень неприятными ударами про заглушку я уже говорил но давайте посмотрим на нее детальнее сейчас перед вами заглушка куга из 3 из предыдущих обзоров вроде все отлично дайка закрыта полностью но вот снизу такая крышка крепится саморезом который внутри немного торчит и вот-вот ненароком может перетереть провода заглушка на джелонг тоже крепится саморезами но шансы что они повредят провода просто минимальные и вот мы добрались до одного из самых важных мест самоката аккумуляторная батарея на ней честно написано 6 ампер часов давайте проверять понеслась пока идет тест напомню что куга из 3 из предыдущего обзора имел батарейку с емкостью в 5 и 2 ампер часов на ней было 20 ячеек из 30 а пустое место было просто закрыта поролонкой батарейку джелонг я не разбирал но даже по весу ясно что там все 30 ячеек на месте на прошлой батарейке я проехал всего 10 километров если на этом самокате всего на 0,8 ампер часа то есть на 15 процентов больше то и проехать по логике я должен на 15 процентов больше то есть около 12 километров ну а мы тем временем наблюдаем такую картину батарейка на самом деле 6 ампер часов причем абсолютно ровно 6 как-то даже странно ну и сразу к тест-драйву врубаем программу для измерения и вперед тестировать многие недоумевают почему мои замеры намного меньше чем теоретические цифры в карточках товара на полке интернет-магазина пробег зависит от многих параметров в первую очередь от веса райдера и выбранного скоростного режима я всегда тестирую самокаты на самом пределе на самой большой скорости которую только получается развить на маршруте всегда только полный газ за спиной всегда рюкзак а мой вес рюкзаком не менее 95 килограмм это очень жесткий режим теста ну а если ваш вес например около 50 килограмм и вы при катании всегда используйте второй режим мощности то вы сможете проехать на том же самокате в полтора раза а при жесткой экономии на низкой скорости и с меньшим весом может даже и в два раза больше чем измерил я я постараюсь раскрыть эту тему подробнее в следующем ролике так что обязательно подписывайтесь чтобы ничего не пропустить и жмякните колокольчик тогда youtube точно пришлет вам уведомление о новом интересном видео теперь пару слов про первые впечатления от езды на куга s3 от g-long я не знаю за счет чего это достигнуто но самокат почему-то более мягкий чем предыдущий и тем более это странно что и там и там одинаковые ненадувные колеса и идентичная подвеска да и вообще общее впечатление что этот экземпляр как будто намного более сбитый что ли никаких посторонних шумов я как вспомню как на том самокате прямо из коробки заднее крыло дребезжит брр просто пытка для ушей а тут тишина странно но зато на этом самокате очень шумное мотор колесо я пока не разбирался от чего это зависит если знаете подскажите пожалуйста в комментариях еще удивил ну прям очень резкий электро тормоз причем он работает даже на маленьких скоростях а на предыдущем экземпляре хоть с нажатым тормозом хоть без него полностью остановившийся самокат катится одинаково легко без сопротивления если вы знаете ответ и на этот вопрос почему такие отличия с удовольствием прочитаю об этом ваших комментариях пока проводился тест я съездил уже по всем своим делам а самокат даже и не думал разряжаться уже давно пройдены ожидаемые 12 километров а я уже просто устал ездить кругами возле дома да у джилонг куча мелких недостатков но батарейка здесь отличная и этого не отнимешь а это на секундочку половина стоимости самоката наверняка какой-то из альтернативных заводов имеет такую же батарейку а может даже лучше но ведь фиг угадаешь какой искать завод и как его распознать среди остальных в этом и есть основное преимущество джилонг то что ты хоть приблизительно заранее знаешь чего от него ждать пока самокат окончательно разряжается прямо у вас на глазах сделаю небольшой спойлер в следующем видео я постараюсь объяснить почему пробег на самокатах почти с одинаковыми батарейками может отличаться чуть ли не в два раза тадам подошло время смотреть результаты заезда просто ошеломительный для моих условий теста и для батарейки всего 6 ампер часов пробег целых 18 километров для меня это прям какой-то мини рекорд и наверное эталонная аккумуляторная сборка в плюс самокату также хочу добавить тихое зарядное устройство хоть и менее мощные в полтора ампера предыдущий тестируемый куга из 3 заряжается прям как маленький вертолет разница зарядного тока в пол ампера конечно дает дополнительный час может полтора к зарядке но зато это время вы проведете в тишине друзья надеюсь я не зря старался и заслужил ваш лайк и подписку но в качестве вывода хочу сказать да джилонг не такой идеальный как его преподносят в интернете но проблемы с ним не такие критичные как случаются на самокатах с других заводов я всего лишь постарался собрать в одно видео все плюсы и минусы которые я смог найти но какой сделать выбор при покупке куга из 3 решать конечно вам ну а на этом я с вами прощаюсь буду рад увидеть вас следующих роликах и в комментариях всем пока